Девочки нас в отношениях не поправляют. Во дворце детского и юношеского творчества спустя почти пять недель карантина снова шумно. Ребята рады встрече друг с другом и спешат на занятия. Кружки и секции возобновили свою работу с 22 ноября. До этого времени кто-то был на каникулах, а кто-то старался и занимался дистанционно. Получилось так, что эта ситуация потребовала от нас полностью удалиться от детей. Работали в дистанционном режиме, это очень сложно, потому что не каждый дом имеет телефон, любой другой гаджет, компьютер. Обычно родители больше ориентируются на работу на компьютерах. Поэтому, естественно, это вызывало перебои в влиянии взаимодействия с детьми. И получилось так, что когда нам объявили, что можно выйти, это был для нас большой праздник. Такой долгий перерыв в работе Дворца детского и юношеского творчества был, пожалуй, впервые. В учреждении стараются работать и в праздники, и на каникулах, и даже летом, чтобы дети всегда проводили время с пользой и занимались любимым делом. Конечно, мы соскучились за нашими детками, потому что от них идет такая энергетика, которая, ну это не передать, это надо быть педагогом для того, чтобы чувствовать это и понимать. То есть, конечно, в онлайне мы занимались. Вот у многих получились очень хорошие работы. То есть, сегодня мы первое занятие в этой группе у меня, да, и они принесли свои работы. Возвращению к обычным занятиям рады и родители. Для них, признаются мамы, дистанционное обучение давалось нелегко. На дистанционном занятии, конечно, сложно дома, потому что, опять же, дома мы не только одни находимся, и родственники присутствуют, и тоже много всяких домашних дел, но, тем не менее, мы справились с задачей. Мы очень ждали, когда все-таки возобновятся занятия, и мы рады, что приступили сегодня к занятию. Сейчас прям у нас радость, потому что, ну, конечно, детки старались, занимались, но это очень сложно дается дома. Мы безумно счастливы, что наконец-то мы вышли, и дети в полной мере будут заниматься. Теперь ребята вместе с преподавателями наверстывают упущенные и готовятся к самому волшебному празднику – Новому году. Времени из-за карантина осталось не так-то много, но все же оно еще есть. Нужно успеть подготовить номера к утренникам, создать новогодние украшения, которыми украсят не только додают, а еще, конечно же, успеть сделать подарки своими руками для родных и друзей. Работы много, но ребята заверили – успеют. Валерия Нечпал, Андрей Тымчук. Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...